Добрый вечер Знаете, для меня сольный концерт это всегда такая большая ответственность, в моем жанре так сложно, потому что выходишь один, сцена большая, зал большой, все чего-то ждут, когда выходит певец, он выходит с поддержкой, у него там бэк-вокал, подтанцовки, музыканты, у Филиппа Киркова вообще по первому плану как петарды шахнут, уже праздник. Выходит Филипп, глаза раскроет на 180 градусов, все счастливы. Мне сложнее, понимаете, молодые у нас новое поколение, они с каким-то выкрутасами, Дима Билан обожаю, когда он поет вообще, но больше всего люблю, когда он двигается. Вот у него вот эта легкая дискоординация обеих ног, он в полуприсядку почему-то все, я знаю точно, невозможно, невозможно. Еще у него джинсы постоянно почему-то на уровне колен ширинка болтается, он так приспускает, ноги, получается, короткие, тут еще большое, такой габалиноватый вид немножко получается. И вот он выходит, я знаю точно, невозможно, невозможно. Сойти с ума влюбиться, так неосторожно. Найти тебя, не отпускать, ни днем, ни ночью. Все невозможно, я возможно, знаю точно. И вот дальше мне нравится место. То есть понятно, почему штаны так приспущены, чтобы памперсы поместились. Я серьезно, у кого ребенок там полтора, два года и естественный процесс не идет, ставите эту песню Билана в этом месте. И все нормально. И вам хрипеть не надо, и ребенок спокойный. Не, ну, Билан, конечно, на Евровидении, он поднялся, когда вот он выступал, вот эту песню пел, и, нет, другую тогда песню, ну, не важно. Самое главное, что там вот балерина вылезала из рояля, как мучной червь, и она такая, ну, ааа. Ну, и Европе это понравилось, потому что у них давно мучных червей не было. И они так в шоке. Нет, ну, я вам хочу сказать, и мэтры, мэтры умеют собой заполнять сцену. Там, я не знаю, выходит Александр Серов. Ах, у него вся жаль. А если ночь не торопить, и все сначала повторить, нам все сначала повторить, о, как мне... Ему бы еще штаны Билану, ох бы он проходил. Понимаете, ну, все, все яркие там. Ну, Иосиф Давыдович Кобзон, понимаете. Не думай о секундах с высотам. Наступит время, сам пойдешь, наверное. Цвистят они, как пули по вискам. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение, мгновение. Мгновение. Раньше, кстати, на эстраде гораздо хуже было. Потому что все артисты были подневольными. Главными были Москонцерт, Госконцерт, Росконцерт. Администраторы этих организаций были всемогущими людьми. Про них рассказывают легенды. Была такая легендарная, как говорят, легендарная сотрудница Москонцерта, администратора Елизавета Мафтор. Партизанила еще Великую Отечественную войну. Крепко сбитый характер, властный голос. Она делала концерты в Подмосковье. Ну, иногда, чтобы сэкономить на артистах, возила их на электричке. И вот они едут в какой-то подмосковный город на электричке. Она даже не видит, где в вагоне ее артисты, потому что час пик, вагон переполнен. Она даже не видит, кто там, чего там. Поезд подъезжает уже к нужной станции, она вскакивает со своего места и на весь вагон. Все встали и вышли. И весь вагон. Артисты, не артисты, дети, женщины, инвалиды. Вышли все. Из соседних вагонов народ подтянулся даже. Ее прям чуть там и не убили, на этой станции. Потому что следующая электричка останалась через три часа. Они к ней... Вы кто? Мы это же вышли, вы же нам сказали. Вы не артисты, артисты за мной. И пошла. Нет, сейчас, конечно. Раньше еще было важно, как тебя объявят. Сейчас тоже важно. Например, Светлана Маргунова. Потрясающий диктор, когда центрального телевидения. Вот она. Захочет объявить, объявит. А не захочет, лучше бы не объявляла. Стоит около меня за кулисами, готовится объявить Лолиту. Лолита в противоположной кулисе. Вдруг Маргунова мне говорит. Смотри, Максюша, как я ее сейчас объявлю. Ну, какая-то кошка между ними пробежала. Не знаю, почему-то. Выходит Маргунова. Был замечательный, яркий, искрометный, любимый народом, любимый мною. Талантливый коллектив Кабаредует Академия. А теперь Лолита. И пошла. А то и выступать. Ну, Лола, она молодец. Она вообще без комплекса. Как-то тут недавно был кремлевский концерт. Она выходит на сцену Кремля. А я ее этот концерт вел. Она выходит на сцену Кремля. И как бы вам помягче объяснить. Ее наряд подразумевал еще и юбку. Но юбки не было. То есть кофточка, колготки и трусы. И все. И она так вышла. Я говорю, Лола, что ж ты так вышла? Она забыла, оказывается, юбку. Другая бы не вышла. Но не Лола. Ну, потом уже забыла. Вышла так, все нормально. Я вам хочу сказать. Сейчас у артистов столько возможностей. Столько шоу на телевидении. Там, я не знаю, уже звезды и на льду, и подо льдом. И в цирке там. В цирке вообще было замечательно. Как Фиму Шифрина обезьяну укусила. Ой. Я ему позвонил. Я говорю, Фима, у тебя же обезьяна укусила. Как? О, кошмар. Не, а, у Василий. Нет. Прокусила меня руку. Я смотрю на оператора через дырку. У меня все воспалилось. Я на следующее утро пошел к знакомому. Хирург. Я говорю, посмотри, что случилось-то у меня. Он стал скальпелем. Мне там ковариаться. Я говорю, что ты сделаешь, зараза, больнее, чем эта обезьяна. Он меня успокоил. Он сказал, что если бы я укусил обезьяну, ей было бы гораздо хуже. И особенно мне запомнился проект «Две звезды». Ну вот, необычные дуэты. У меня-то давно была идея. Мы хотели предложить Али Пугачевой и Софии Ротару спеть дуэтом. Мы хотели, чтобы они вышли, как тату, в таких коротких юбочках, клетчатых, в блузочках. И спели «Нас не догонит». Хорошая идея. Ну скажите. Ну а потом что-то они передумали. И я решил, если такие, ну, неожиданные дуэты невозможны в жизни, то хотя бы в пародии я могу свою идею воплотить. Я вам сейчас покажу неожиданные дуэты. И первый дуэт – это то, как вместе бы спели Алла Пугачева и София Ротару. АПЛОДИСМЕНТЫ Голосом немнятым или наоборот Они безумно кричат, Крикнут, а в ответ лишь на зал не обмануть. Да, я на эстраде одна, Меня не забудь, Я от слова так же чувствую, И не низы в рейтинге сдаю. Сынею женщину вам в земле пою. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий дуэт еще более неожиданный. Как вместе бы спели Олег Газманов и Борис Моисеев. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сегодня не такой, как вчера. Я всегда был не такой, как вчера. Я голодный, но веселый и злой. А я добрый, подружитесь со мной. Полем, 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 свежий ветер пролетел. Полем, свежий ветер, я давно его хотел. Полем, 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 свежий ветер пролетал. Полем, свежий ветер, я давно о нем мечтал. АПЛОДИСМЕНТЫ Боря Моисеев, конечно, уникальный человек. Я помню, как-то Игорь Крутой решил устроить песню года в Тель-Авиве, в Израиле. И мы всей командой артистов вылетели в Тель-Авив. И вот летим в самолете. На первом ряду мы с Аллой Борисной, а с нами на втором ряду Боря Моисеева. Не подумайте плохого. Значит, а между сиденьем в самолете есть зазор. Ну, знаете. И вот мы четыре часа летели, четыре часа в этом зазоре было лицо Боря Моисеева. Причем, чем дольше мы летели, тем дальше Боря продвигался. Когда мы приземлялись в Бен-Гурионе в Тель-Авиве, он уже сидел между нами и говорил, что после смерти все завещает Арбакайте. Почему не понятно. Я обожаю, когда Маша распутно выходит на сцену. Какая она всегда нарядная. Какие-то у нее тут сапожки, вышитые бисером. Тут у нее, значит, юбочки, оборочки, рюшечки, какие-то классные бантики, штучки, дрючки, кисти. Тут, значит, зашнурован корсет так, что просто тут букет, понимаете. Еще же она блондинка. И все это вместе. Ей бы еще пять кружек пива в руку, просто хозяйка немецкой таверны. И рядом Филипп, когда выходит, Филипп одевается, как император пиратов. Потому что только пираты. Все, что награбили, все на себя. Как одет Филипп, это отдельная история. Тут у него, значит, экзотические какие-нибудь казаки из мины. Тут джинсы, сквозь рваные джинсы. Видна аппликация из бриллиантов на волосатых ногах. Джинсы подпоясаны ремнем. На ремне бляха, на бляхе в миниатюре мозаичное полотно Врубеля, снятое с Метрополия. Все написано специально. Врубель специально для Киркорова. Эксклюзив. Здесь жабо расстегнуто. Поблескивают магниты на холодильник. Здесь какие-то висюльки, штучки, дрючки, шнурки. Вот это все, что можно было повесить. Тренерские свистки. Все красиво оформлено. Здесь шляпы. Пошли бы скатерть, кружевная белая, свисает уголком. Видели наряд? У меня бабушка такой скатерть, у него телевизор черно-белый прикрепала. Филипп сюда. Тут у него перья, из ушей фейерверк. Сзади дым идет. Просто пират, в которого ядро попало. Сергей Зверев играет Джека Воробья в «Пиратов Карибского моря». Не, ну все же яркие, все. Я думаю, что же мне делать? Сосо Павляшвили, он когда выходит, он просто, понимаете, у него все руки, все двигаются, все красиво. Постоянно идет руками грузинский суд на перевод того, что он каилет. Моя жизнь как капкан, моя жизнь как рулетка. Кто не везет, то вдруг шанс, то триумф, то потери. Ой, ой, все случается со мной. Ой, я не-не-не-не-не, ведь мужчина же я. О, дорогие мои. Но краше всех в проекте «Две звезды» был, конечно, Владимир Вольфович Жириновский. О, он так пел. То есть то, что он пел, понимал только он. Этот стон у нас песней зовется. Бедный Серега, он не выдерживал, он постоянно сбивался. Здесь, когда в Кремле был его юбилей, пришла к нему Шаврина, пела ему. Всю песню она его пыталась сбить на правильную тональность. Ничего у него не получилось. Он так стабилен в непопадании в ноты, что это уже талант. Он пришел на презентацию радио Алла. Ну, что-то решил исполнить, вышел. И стал, ну, речь такую толкнул, что наши песни лучшие песни в мире. Вот у нас песни. «Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву!» Причем он вначале еще пытается выпивать мелодию на первой строчке, потом понимает, что бесполезно, вторую декламирует и песню бросает. Потом и новую песню. «Как же нам не веселиться, а у нас во дворе спит, словно песка, ну реально!» «А ты вернешься, наступят сроки!» Вот он так пел, пел, и непонятно к чему он это. Все, я все думал, чем же он закончит. «Вот у нас песни, вот у нас какие-то женщины, есть женщины в русских селениях, есть песни!» «А что там у них на Западе?» «Том мулионеджо, тюновьян, драпасу, суар!» «Все!» «То есть, идет снег, ты сегодня не придешь». «А наша придет и в снег, и в дождь, а эта потаскуха не придет в индустрию». Уникальный, конечно, чек Владимира Вольфовича. Я вам хочу сказать, сейчас, конечно, сложно у нас с политическим юмором, потому что у нас все сейчас правильно говорят. Владимир Владимирович правильно говорит по-русски, по-немецки, по-татарски он даже в Казани говорил. Придраться вроде не к чему. Раньше, какое раздолье было? Раньше, включаешь телевизор, Хасбулатов ведет съезд народных депутатов. Хасбулатов, Руслан Абранович ведет съезд народных депутатов. «Только записывай, и на сцену, записывай, и на сцену». Я помню, значит, что он ведет съезд народных депутатов, и какой-то депутат в конце знал, что там орет. «Вы на земле, вы 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 на земле». «Что вы там орете? Я не слышу, но...» «Ну, я не слышу, что он кричит, а?» «Он что-то орет, я не слышу ничего». «Ну, поставьте уже ему микрофон в заднем проходе». «А Михаил Сергеевич Горбачев...» «О, я вам сейчас расскажу историю». «Снимайте программу «Кто хочет стать миллионером». Ко мне в гости пришел Эдуард Николаевич Успинский, замечательный детский писатель, автор «Чебурашки», «Крокодила Гены», «Шипокляк» и всех остальных. И он с женой Элеоноры играл в программе «Кто хочет стать миллионером». «Они с каким-то вопросом затрудились, решили позвонить другу, а подсказчиком выбрали Михаила Сергеевича Горбачева». «Это, конечно, лучший подсказчик, если надо за 30 секунд». «Не прогадай!» «Набираем Михаила Сергеевича Горбачева». «Я говорю, здравствуйте, Михаил Сергеевич, это Максим Галкин, игрок, кто хочет стать миллионером». «А, ну здравствуйте, Максим, здравствуйте! Видел вашу программу? Видел, какой там народ дурите?» «Я хотел сказать, у вас научился». «А главный вопрос был такой, где в Париже находится обелиск, ранее стоявший перед храмом Рамзеса II в Древнем Египте?» «Как раз для Михаила Сергеевича». «Я его решил, ну, так, помочь ему навести его». «Немножко я говорю, Михаил Сергеевич, вы в Париже были?» «Конечно, я был у Парижа». «Мы с Франсуами Тераном, по Елисейским полям, по Маршалу полю, значит, это все в целом». «Я говорю, понял, понял. Сейчас Михаил Сергеевич вам Элеонора, жена Эдуард Николаевича, будет задавать вопрос. У вас будет 30 секунд». «Ну, конечно, Элеонора, 30 секунд, 30 Элеонора, секунд». «Жду вопроса». «И там у меня счетчик. И вот пошло время». «Михаил Сергеевич, здравствуйте, Элеонора». «Здравствуй, Элеонора». «Ну, я рад, что вы, так сказать, оказались в этой программе. Это интересная программа, познавательная». «Подождите, вопрос, вопрос. Где в Париже? Где в Париже?» «Находится? Находится. Обелиск? Обелиск. Не повторяйте, не повторяю. Ранее стоявший, ранее стоявший перед храмом Ранцесса II в Древней Мегипте». «А я не знаю». «Подождите, варианты». «А зачем мне варианты, если я не знаю?» «Зачем я буду кривить душой?» «Я не знаю. Я с открытым забралом говорю, что мне и вариантов не надо, потому что я по этому вопросу абсолютно некомпетитен». И уложился. Поэтому, конечно, сейчас Владимир Вольфович ценен для всех пародистов, но он всегда был, он всегда что-нибудь как скажет Жириновский. Ой, я помню, он выступал, мне брат рассказывал, в военной академии имени Фрунзе, где брат мой был слушателем. Он выступал еще в начале 90-х с какой-то речью. И они, ну, беседовала, встреча со слушателями. И кто-то у него спрашивает, тогда это был острый вопрос, «А что нам делать с Прибалтикой?» «Зачем нам эта Прибалтика?» У нее реакция моментальная. «Зачем нам эта Прибалтика?» «Вырым ров на границе, заполним радиоактивными отходами, поставим мощный вентилятор и будем дуть». Ж, надо придумать было такое. А тут мне Винокур рассказал, прошлым летом он с Владимиром Вольфовичем вместе летел в самолете в Лондон. Ну, зачем Винокур летел в Лондон, я знаю, у него дочка в балете танцует, и он на премьеру летел. Зачем Жириновский летел, непонятно. Ну, видно, королеву посылать куда пытается. А что, про него была такая байка. Жириновский приходит в Государственную Думу в каких-то рваных грязных ритузах, засаленной майки такой, нижней, и ходит так по Государственной Думе. Ему кто-то говорит, «Владимир Вольфович, вы что-то...» «Отстаньте отсюда!» «Вы в каком виде...» Тут кто-то наконец успел задать вопрос. «Владимир Вольфович, как вы в таком виде пришли в Государственную Думу? Вы же вице-спикер!» «Отстаньте, мне английская королева разрешила!» «Что вы несете? Какая королева?» «Я, может, вчера был с делегацией в Букингемском дворце, в этих ритузах!» «Она мне сказала, у себя в Думе так, в Зириновский ходите!» «Отстаньте!» «И вот они летят в самолете в Лондон, как говорит Винокур, ничто не предвещало беды!» Спокойно сидели, и уже они сели в Лондоне, в аэропорту Хитру. Жириновский стоит со своим местом, идет по проходу, а за ним идет жена нашего какого-то олигарха, ну такого, олигарха Лайт. Меньшины, слим, с сыном своим, шести лет. Этот маленький мальчик русский, шести лет, умудрился за спиной Владимира Вольфовича на выходе в Лондоне заорать «Ура, мама, домой прилетели!» Жириновский не поленился, он обернулся и хотел сначала спокойно мальчику объяснить про патриотизм и где его родина. Но в результате в конце он уже брызжал слюной на мальчика и орал «Твой дом, мальчик, там, под Сургутом, в вечной мерзлоне, где твой папа всю нефть выкачал и маму берлоги своей нашел!» Бедный ребенок ревет, Жириновский орет. В общем, получилось точно как в том анекдоте. Владимир Вольфович выступал с докладом в детском саду на следующий день на допросе в прокуратуре и утверждал, что дети первыми начали. Спасибо огромное! Я как раз вспомнил о еще одном герое нашего политического времени. Это Виктор Степан Черномырдин. Он молодец большой. Тут мне рассказал один наш знакомый, мой знакомый один рассказал. В Украине было очередное какое-то закрытое заседание, посвященное газовому кризису между нашими странами. Черномырдин встал и возмущенно стал критиковать украинцев и сказал такую фразу. «Вы не понимаете! Вы не понимаете! Вы понимаете только когда вынимаете!» Господи! Оказалось, деньги из бизнеса, когда вынимаете. Но пока он это объяснил, все были в шоке уже. Он большой молодец, Виктор Степанович. Так что... И, кстати, Черномырдин тут как-то докладывал нашему президенту о ситуации в Украине. Ну, потому что оранжевые революции. Сначала одна, потом другая. А кто, как не Виктор Степанович, может вообще-то объяснить, что же там происходит в сопредельном государстве? И поэтому я решил представить, как это могло бы быть, как Виктор Степанович мог докладывать нашему президенту. Ситуация, конечно, сложная. Да, сложная ситуация. Ну, ну что, их там трое. Ну, вы видели, трое их. То есть, там, ну, двое там, это, Викторы. Ну, такие. Значит, один Виктор Янукович. Побильню сейчас не вспомню. Ну, Янукович, сын. Виктор Янукович. Такой вот. Ну, они оба такие. Ну, Янукович гладкий. Виктор Янукович. Его, о-о-о-о. Кучма его подослала. Янукович. Кучма подослала, я бы сказал. Кучмочку замедленного действия. В виде Януковича. С другой стороны, Виктор Ющенко. Сушами отравленной. Ну, ел суши и результат налицо. Тоже, где ты хохол, жри галушки. Какие суши? Чего ты выпетриваешь? Ну, какие суши в Украине? Между Череповцовым. Нет, Череповец это у нас. Ну, тоже какие-то серкассы. Тибоксары тоже где-то. Челмы. Там тоже у нас где-то сплошные татары. Ну, вот и... То есть он ехал, остановился сушу поесть. Ну, все, там, конечно, готовились. Они долго, эти, на хуторе, там, хохлушки катали на коленях, эти роллы калифордийские. Пять суток катали. Конечно, подоспели роллы. Кто его травить не собирался. Роллы еще проскочили, ну, круглые. А суши, конечно, немного. Небного все это налицо, там, скажем. То есть он, ищутку. Потом с ним это все, ну... с кределями на голове. Это как ее вечная спутница Шрека. Тоже, как заплетет эти хлебоболочные деньги. Я думал, это волосы, это мозг вылез уже. В думах о родине. То есть вот их трое было. Янукович, ну, чтобы так подытожить, что я сказал. Янукович кучмой подложенный, Ющенко суши отравленный, и это принцесса Фиона политическую правительность. Ну, и все хотят в одну кучму. Там, где кучма была, собственно, то есть резиновое место вообще. Этот Виктор хочет туда, этот Виктор хочет туда. Я тоже Виктор, я тоже хочу. Я что, свои хотелки так выставляю на показ? Ну, вот пока все, все, все. КОНЕЦ 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 Ведь и в древнем мире, где мы уже Улыбки и ракеты, и сады все мировиты Все построили первыми поплыв Но когда уж совсем скучно и в политике совсем ничего не происходит Я вспоминаю про Колю Баскова Ой, он каждый раз у него тут спасибо, спасибо я видел Вы шли, тянул время, спасибо Сейчас поставлю, видите у меня сегодня какой-то Я сразу, ну, догадывался, что что-то принесут Тут у Коли Баскова портфель украли, я так ржал Нет, то есть я сочувствовал другу Сочувствовал Нет, это же надо было История, леденящая душу и кровь Значит, он отправил своего охранника Нет, он ехал в Подмосковье на концерт Отправил своего охранника купить пакет молока Сам поехал вперед, охранник остался в Москве Где-то на окраине покупать в супермаркете пакет молока При этом почему-то Басков оставил ему свой портфель Явно не для того, чтобы купить молоко Потому что слишком много для молока Только если есть молочный завод купить вместе с супермаркетом И вот охранник с этим портфелем и с молоком выходил Его так легонько толкнули в грудь и портфель забрали, видите? Вот И дальше Басков во всех газетах написал, что было в портфеле Я не молчу Во всех газетах было написано Список украденного Портфель из крокодиловой кожи Было 50 тысяч евро 7 тысяч долларов Нужно же немножко денег в Подмосковье 700 рублей Этот пункт я бы вообще не упоминал Унизительно для национальной валюты 700 рублей Перстень с бриллиантом в 6 карат Я говорю, Коля, зачем тебе в Подмосковье 6 карат? Он говорит, это мой талисман Я без него на сцену не выхожу Я вообще не представляю, 6 карат Как по сцене-то ходить? Влипут ли мечты небывалые? А также образки на цепочках золотых Образки с ликами Это понятно И с мощами Я не знал, что мощить столько, что можно во все образки Николай Чудотворца и романа Сладкопевца Оказаться, есть такой святой Я не знал, я спрашиваю у Коли Есть такой святой? Он говорит, да, он петь хотел, а ему не разрешали Я говорю, понял Я когда это все прочел Вот это вот И я вспомнил Золотой партий, три штуки Куртка, замшины, четыре Магнитофон, импорт Но больше всего мне понравилось то, как эта новость переломилась на радиостанции в Киеве Ему позвонила Таисия Павали, Коли И рассказала, как эту новость подали в радиоэфире украинском Ну, видимо, язык до Киева не так довел, как было на самом деле Объявили так В темном переулке Во время исполнения партии Из оперы Паяцы На длинной ноте У российского певца Маколы Баскова Были сняты все золотые украшения Я представил Коля в темном переулке При непаяча А сегодня снимают серьги, брошь, там диаден Ну, конечно, самая запоминающаяся история Это то, как меня Коля Басков пригласил в оперу Ой, ну, кто ее знает, кто не знает, расскажу Пригласил в Большой театр Ленского пел в Евгении Онегине Ну, пригласил не только меня Разных коллег по эстраде И мэтров наших И, в общем, вы знаете, я зарекся ходить с нашими Ну, мэтрами на классические спектакли Потому что это... Значит, я столько посторонних комментариев и звуков слышал Слева от меня сидел Лещенко Справа Кобзон И вот Киркоров сидел Вот мы так, царская ложа Вот прямо над оркестровой ямой Вот где-то так Сидим на обозрении у всего портера Почти на сцене сидим Во-первых, Лещенко постоянно перегибался через бортик ложа Смотрел, что делают музыканты И мне рассказывал Потом у него на беду классическое образование Он знал всю оперу и наизусть И он каждый раз мне говорил Какая следующая будет фраза То есть только нянечка там или Оля или Таня раскроет рот Он мне... Я люблю вас Я все слышал в насвисте от Лещенко Кобзон говорил редко, но по делу У Филиппа постоянно звонил мобильный телефон Но он его перевел на режим вибрации Но в тишине Большого театра даже вибрации Слышал такой Как будто маленький гномик в штанах бреется Бреется и светится от счастья сквозь штаны А так как у Филиппа длинные ноги Он их положил на бортик ложа Поэтому светящийся гномик видел весь портер Басков сидит в 7 метрах от носков ботинок Киркорова На пне Его закутали в эти шубы Которые уже для Лемешева с Козловским были раритетом Закутали, выбили оттуда мольф, били Баскова Он сидит, грустит, вспоминает их дуэт с Повалей Да повали меня, откуси ладонь Настроение у него совсем плохое, тем более, что Киркоров не снял ценник с подошвы ботинок И не то, чтобы Басков видит точно сколько Но он только думает, это за один ботинок или за два Вот я вам сейчас покажу, что я в результате слышал Поля на пеньке Удал, удал, удавы удалились Лесны моей Золотые дни Жутко фальшивит тромбон Это просто невозможно слушать Какой кошмар И Кобзон, редко, но по делу Ольга страшная И опять молчит В какой-то момент Лещенко вообще вскакивает Говорит Слушай, Максик, ты знаешь, мне нужно Мне нужно спеть в концертном зале Россия Спеть памяти Валерки Абадзинского А причем Лещенко встал и забыл уже, где он Спеть в памяти Валерки Абадзинского Я уйду, ты мне стул займи Может, я еще вернусь Сколько, правда, уже пристрелят Но я хоть оперу дослушаю Ты знаешь И он все говорит громче, громче Ты знаешь, я хотел с тобой посоветоваться Я говорю, я понял, Лев Валерий Ильич, идите, все нормально Не, подожди, я хотел с тобой посоветоваться Какую песню мне спеть Вот из репертуара Абадзинского Вот, может, с этого, знаешь, льет ли теплый дождь Спадает ли снег Я в подъезде против дома твоего стою И все громче поет, жду, что ты пройдешь А, быть может, нет, стоит мне тебя увидеть О-о-о-о И уже полоркестра подыгрывает Лещенко Первая скрипка сбилась Вот это опера, ясно Спасибо Пасхов Боля Ленского сыграл Очень убедительно стрелялся Жаль, не я о ней написал У меня б роман так не кончался Я бы все придумал веселей В фейерверком сцену бы заполнил Басков наш российский соловей Под конец шарман губы исполнил И тогда подходит в аккурат Повалит для юной Ольги роли Впереди партери вон сена Полная и гордая Заколю 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Но самое интересное, конечно, дорогие друзья Произошло Когда приезжала Мадонна Мадонна же приехала к нам Многие, наверное, были на этом концерте Кто не был, расскажу Запоминающаяся история Я помню, в день концерта Включил радиостанцию какую-то Радиодиджей говорит Вот она уже снижается над нами в самолете И смотрит из иллюминатора на нас Маленьких и счастливых То есть был некоторый ажиотаж Действительно, продавали билеты Я купил билеты Сначала Мадонна должна была выступать На Воробьевых горах Перед зданием МГУ Продали все билеты Правда, сцену еще не построили Но все продали Потом ФСБ вспомнило, что там Очень секретный объект Под смотровой площадкой И нельзя, чтобы американцы Долго там копались Там правительственное метро 2 До сих пор Брежнев вроде бы ездит Поэтому нельзя И концерт принесли в Лужники Вот эту огромную арену Лужники, понимаете? И конечно, ну что Огромная арена Концерт немножко потерялся Но я не про концерт Самое интересное в этом концерте Было то, что Мадонна Долго не выходила на сцену Ну то есть долго Это мягко сказано Сначала 40 минут Работал диджей Пол Окинфолд Ну мне как не очень понравилось Видно, потому что Пол Окинфолда работала И Сапцелова привезли А потом После этого Пола Мадонна не выходила на сцену Полтора часа Полтора часа Сентябрь месяц Середина сентября Такая промозглая погодка Дырка же там В крыше Сидим почти на улице Плюс 12 30 тысяч зрителей Сидим На пластиковых сиденьях С металлическими болтами Сидим, ждем Мадонну И цистит Причем понятно, что цистит Придет до мировой звезды И главное Не разрешили Проносить спиртное Отбирали на входе Все Я не по этому делу Но в каких-то обстоятельствах Хочется как-то взбодриться Искусственно Отбирали на входе Все Даже если человек Заблаговременно Перелил коньячок Бутылочку из-под пепси Заставляли Выдуть эту пепси На входе Он, конечно Получал сиюминутное удовольствие Но все это Выветривалось К моменту выхода Мадонны Хорошо На моем ряду Сидела моя знакомая Илонка Она на себе Пронесла такие бутылочки Маленькие Такие вот Виски, водочка Коньячок Все Такие пластмассовые И она по себе Так это все Распределила И как шахитка Пронесла Поэтому нашему ряду Концерт понравился Я сидел Это обычная трибуна И не какая там Вип Ну дорогие билеты Понятно Но это то Куда каждый мог Купить билеты Я сидел Но я шифровался Потому что Ну неудобно Я так Чтоб меня не узнали Я так кепочку надвинул Вот так Сижу тихо Я еще когда-то Научился у Задорнова Я лицо вот такое сделал Ну чтобы не узнали Вот такое лицо Когда меня Задорнов Брал в свои концерты За что я ему Очень благодарен В свое время Мы были в Кишиневе Выходим из гостиницы Вот И Задорнов из гостиницы Нормальный выходил А зашел в парк Только Я думал Все Кондратья шефа Хватило Придется работу искать А это он шифровался Ну чтобы не узнали Правда кто-то сказал В парке Ом Задорнова Кондрашка Хватило Ну это уж потом А сначала было действенно И я тут тоже Зашифровался Сижу вообще Неприметный Как Данилка без грудей Сижу тихо Все Ну действительно Мне неудобно было Много зрителей Зачем я буду На себя внимание Так сказать Ну К себе Привлекать внимание Сорву Концерт Звезде Зачем Не надо Я скромно Так тихо А Басков сидел На 10 рядов Ниже меня Правда он очень напрягается Когда я так говорю Можно подумать У меня билеты были дешевле Конечно дешевле Но не об этом Басков пришел На трибуну Как Басков Ну как он может То есть он пришел Здесь жена Света Тогда они еще вместе ходили Тут родители Света Тут значит Родители Баскова Таиси Повали Муж Таиси Повали Со всеми своими Красиво так пришел Все Ну Басков пришел Все Красиво Ой я вам сейчас расскажу Другую историю Не важно Сейчас я помню про Мадонну В декабре когда Приезжаем мы с Басковым В Киев Как это назвать Заказное мероприятие Министерство какое-то Гуляло в Палаце Украины Концерт И в том числе Мы с Колей выступали Мы прилетели на одном самолете Ну Я летаю У меня звукорежиссер и директор А у Баскова там И директор И звукорежиссер и педикюр и маникюр Человек 9 короче Ну чтоб звезда блестела Все хорошо чтоб было Человек 9 И Мы В самолете Уже Сидим еще в самолете Но уже приземлились А обычно артистов встречают с табличкой Артисты знают С табличкой написано Фамилия артиста Все И выходит Первым Басков На трап Выходит Вышел красиво Декабрь месяц Он в такой шубе до пола Ну там Соболя Тут выхухоль Тут нутрия на выхухоль смотрит Ну он просто Шарф кашемировый Соломенные волосы развиваются на ветру Ну просто Есенин нервно курит в углу Шаляпин 21 века Вышел красиво И вот она Я не знаю Что было у этой хохлушки в голове Которую такую табличку держала Я не знаю Но наш Шаляпин вышел на трап Опускает свой гордый оперный взгляд И стоит эта украинская девушка С табличкой На которой написано Галкин плюс 12 Я вам клянусь И Басков понимает Что он входит либо в плюс Либо в 12 Так она его еще добила Он спустился к ней Она говорит Вы из группы Галкина? Ну вообще Он меня до сих пор это вспоминает Ну так вот Там на трибуне Я сижу неприметный У Мадонны Сижу неприметный А Басков демонит Демонит Вообще Коля Через час Ожидания Мадонны Осознал Что публика Простаивает А он же артист А тут столько тысяч Бесхозных зрителей Он вскочил Дал куда-то ноту Вдали Ну первые ряды полегли А там где-то В конце статиона понравилось Поворачивается в мою сторону Он-то знал, где я сижу? И кричит, Галкин! И тут все, ах, тут еще и Галкин Делать-то нечего всем Все с нижних рядов развернулись Стали мне билеты передавать, чтобы я расписался Я везде расписался, везде Мадонна А что, мне не сложно, людям радость Мадонна все Потом они стали меня фотографировать Снизу, как японцы О, слушайте, я вам про японцев расскажу Я помню про Мадонну, сейчас Прилетаю я в Австралию Я понимаю, Австралия-то далеко от Японии Но, значит, не-не, я про Америку сначала расскажу Прилетел я в Америку, у меня бы гастроли были Это уже никак не связано с Мадонной Ну, только что она из Америки По окончанию гастролей Я остановился у своих знакомых Ну, родственников даже Остановился Передохнуть, пообщаться с родственниками, все Они живут в такой одноэтажной Америке Ну, как это, ну, видели, да Домик, газончик, домик, газончик, домик Газончик, Фредди Крюгер Домик, газончик, домик, газончик Фредди Крюгер, потому что там постоянно ужасы происходят, именно в таком пейзаже. Постоянно какие-то мертвецы идут за американскими жертвами. Мозг, мозг. Жертвы, причем, всегда убегают, обязательно спотыкаются и дальше ползут. Что у них с ногами, я не понимаю. Чтобы хоть одна встала? Нет, если упал, все, ползет дальше. Сейчас, правда, тенденция такая, что зомби стали быстро бегать. Но это уже новая, новая мода. И я вот лежу в спальне на первом этаже, май месяц, только москитная сетка. И как-то мне страшновато, потому что там темени, я знаю, что там может быть все что угодно. И я лежу, так думаю, нет, все нормально будет. И вдруг коты американские устроили оргию. Это, видно, пострадавшая сторона была. Ну, точно, как будто Витаса пытают под окном. Чтобы репертуар вспомнил. Но это сейчас смешно. А я заснуть не могу. И тут я вспомнил, что я пародист. Я встал. Знаете, не надо грязи, я не присоединялся, нет. Я встал. Поднялся на второй этаж, ну, для большего эффекта. Открыл окно. И когда услышал очередное... Я сверху... И тишина. Я думаю, вот она, сила искусства. Но тишина длилась от силы полминуты. А потом все собаки, которые жили в этом поселке... Я понял, я не рассчитал. Этих собак коты уже давно достали. Но они боялись пасть раскрыть, потому что выйдет хозяин, даст по морде за то, что разбудила. А тут одна дура уже залаяла, что же мы молчать будем? Главное, май месяц, как сказал бы Задорнов, только тупые американские коты могли спариться в марте, а орать в мае. Но я не могу. У нас, чтобы мне не забыть, это про Австралию теперь. Дорогие друзья, если у вас, ну, будут, там, лишние деньги куда-то слетать, слетайте в Австралию. Это так далеко. Вот как бы вы туда не летели, первым классом, бизнес, эконом, в клетке для собак, вам одинаково будет хреново на прилет. Но там эти создания, про которые нам Дроздов рассказывает все время, а мы-то ничего это не видим, они его кусают, вокруг него ползают, вокруг Николая Николаевича Дроздова. И тут вот все в природе, все вживую. Я, знаете, там кормил кенгуру, такой заповедник, они прямо на воле бегают, эти кенгуру. Прямо их ищешь и корнишь, ищешь. А кенгуру это просто, видно, Господь Бог пошутил, когда создавал кенгуру, потому что, ну, это вот, это, знаете как, это сверху кролик, снизу конь. И главное, пока конь тебя не легнул, кролику дать батон хлеба. И он там, кормишь кролика, и нормально. Так что, замечательно. Единственное, что, вот, почему-то это первое, что приходит в голову нашим, я помню про Мадонну, вы не волнуйтесь, первое, что приходит в голову нашим соотечественникам, не надо лазать к ним в сумку. Это не аксессуары, это часть тела. Это все равно, что человеку куда-то залезть, ну, и ждать радушия, вот так, без предупреждения. А кенгуру четко реагирует, когда кто-то лезет к ним в сумку, они сразу встают на хвост, и задними лапами могут дать такой пиндель. Вернешься в Москву, в Петербург, все, бесплатно, с багажом нет. Потом там есть кала. Кала, прелесть. Они такие, не путать с пандой. Кстати, про панду я вам хочу рассказать. Я все помню, значит, про панды я вам хочу рассказать. Вот такой анекдот смешной. Значит, сидит мужик наш, посмотрел футбол очередной, очередной матч, сидит. Ну, там, Андорра, Россия, неважно, от всего можно упасть в обморок, сидит. Как они радовались, меня добился. Хидинг так радовался, что Андорру обыграл. Я был, что-то, ну, ладно, неважно. Бедная Андорра, там они собрали со всей Андорры мужиков. Вот кто был, знаете, Поборов, там, кто-то хирург, кто-то лыжный инструктор. Больше не было мужиков, там. Даже на зрителей уже не осталось. А наши рады, мы победили. Ура! Зачем идти в чемпионат Европы, если с Андоррой мы играем 1-0? Это же войти и выйти сразу. И вот он сидит, смотрит чемпионат какой-то, неважно какой, и уже футбол закончился, а он все с пивом сидит такой в шоке. Мужики уже на кухне отмечают непонятно что. А он сидит такой, а там реклама началась. У акулы 3 тысячи, у банды 22. У человека 32 зуба. 32 это норма. Мужики, я панда! Я панда, мужики! Так вот, в Австралии не панда, там кала. И сидит такой, значит, кала, такой серый мишка, прелесть. Сидит на дереве, на нем сыночек, на сыночке внучек, на внучке правнучек, они так редком сидят, пока первый не сдохнет. Жутко воняют. Дроздов не рассказывал просто. Жутко воняют. Это просто, они потому что 20 часов в сутки едят, 4 спят. То есть, наоборот, 25-4 едят. Ну, неважно, на помывку не хватает ни денег, ни времени, ничего. Поэтому жутко пахнет. И я когда прилетел, я говорю, ну, ребята, ну, нашим соотечественным бывшим, ну, ребята, ну, а что у вас есть такое интересное? Ну, что вы, ради чего я летел 34 часа? Что я не видел в мире животных? Что-то такое. Они говорят, во, у нас есть парад пингвинов. Я говорю, вот это интересно. Вот это давайте. Что такое? Парад пингвинов. Они говорят, у нас южнее Мельбурна есть остров в океане. И на южной оконечности острова живут эти пингвины. И вот они в океане там копаются, купаются, ныряют, все охотятся. А ближе к вечеру заготавливают одну рыбешку у себя в зобе, выходят на широкий песчаный пляж после заката солнца, пересекают широкий песчаный пляж, переваливают через дюны, и там в гнездышках их ждут птенцы, и они этим птенцам эту рыбешку отрыгивают. Я говорю, то есть вы хотите сказать, вот 34 часа я летел, чтобы услышать, что кто-то кому-то отрыгивает. Вы издеваетесь? Я говорю, нет, вы не поняли, Максим. По дороге к этим, значит, дюнам на широком песчаном пляже бедных пингвинчиков поджидают злобные чайки. Они нападают на пингвинов и заставляют их отрыгивать на полпути. Я говорю, ну это все что. У нас вон после 12 ночи зайдешь за угол, заставят и отрыгнуть, и отдать все. Нет, вы не понимаете, Максим, пингвины за десятилетия смекнули и объединяются в группы по 50-60 штук, и переходит пляж организованно, чтобы чайки не могли на них напасть. Я говорю, ну вот это интересно. Вот это. Слушайте, я думал, только в Одессе из воздуха деньги делают. Оказывается, кто-то из одесситов, видно, эмигрировал когда-то в Австралию. Может, вот из этого вот явления легкого такого природы сделали целое шоу. Огромный паркинг, огромный магазин на входе, где продают пингвинов плюшевых, бронзовых, фаянцевых, фарфоровых. Уже неудобно не купить, перед пингвинами неудобно. Видно, их кормят с этого. Затем заходишь в 150 долларов в билет, заходишь по таким подмосткам деревянным, которые построены над гнездами в полуметре от земли, идешь к этому песчаному пляжу, там огромная трибуна, на тысячу человек сидишь, ждешь пингвинов. А расстояние до кромки воды метров сто. Мне сказали, первый пингвин там, ну, пингвины появятся где-то в 8.16, так, в 8.17. Пунктуальность была, как у Мадонны. Первая тварь вылезла в 10 вечера. Ну, я имею в виду тварь божья. Вылез вот такой, а там же расстояние, вот такой вылез, тут ходит какая-то таракашка черная, ходит что-то, пингвин, это не пингвин, за 150 долларов, понимаете, и ходит сюда, ходит, еще один вышел, еще один ходит, и не спешат объединяться, зараза, в группу. Наконец объединились, через полчаса объединились в группу, пошли по дуге, подальше от нас, пошли. Я должен на слово верить, что это пингвины, а не переодетые карлики, потому что ни черта не видно. Вдруг первый остановился. Главное, чайкам по барабану. Они смотрят на пингвинов, на людей, такое ощущение, что им тоже билеты впендюрили. Первый остановился. Вожак, видно, вдоль из кассы, шоу делает, никакого преследования не было. Он остановился, что-то почуял. Развернулся и обратно к валунам. И все за ним опять дырпака. И они опять там собираются, что-то советуются, в какую партийную ячейку им поступить. Наконец-то, все, пошли, все, перешли. Перешли, значит, и все туристы пошли смотреть на кормление. Очень интересно, во всех кустах одно и то же. Но я себе нашел развлечение. Я отошел подальше, на край москов, где ни пингвинов, ни людей, никого, ни гнезд. И куда-то в кусты так, в темноту. Показываю и кричу, о! И тут же 20 японцев. Парад японцев начался. Ну, собственно, чего я расписываю. А Коля ей говорит. Если вы помните, кто это. Коля мне кричит. Галкин, давай же мы с тобой споем. Я говорю, Коля, давай. Давай споем. Если мне хоть часть кассы с этой трибуны отдадут, я спою. Я кричу, Коля, если мне хоть часть кассы отдадут, то я вообще больше никогда петь не буду. В общем, я к чему говорю. Если еще раз Мадонна приедет в Москву без меня, Коли Баскова, и маленьких таких бутылочек, не хотите никакого. У нас в Сочи в 2014 году будут игры олимпийские. Кто бы вы думали, будет режиссировать их открытие. Так, так, оператор, оператор, молодец, молодец, молодец. Друзья мои, олимпийские игры, это вам не... Так, сначала как будем зажигать олимпийский огонь? Я думаю так. Сначала бежит француз с факелом, спотыкается, умирает, не добежал. Потом американец с напалмом бежит, но его расстреливают террористы. Потом, потом швед с зажигалкой, потом ничего не получается, спотыкается, шведская семья пополз дальше. И тут наш простой русский парень берет простую русскую спичку, черт, и все. Дайте мне костюм простого русского парня. Так, друзья мои, вы знаете, давайте надо все сейчас координировать. Вот вы, о, конькобежец, о, чё ты согнулся в три погибели, а? Чё ты согнулся? Выпрямись, выпрямись. Ты же русский конькобежец. Что ты так униженно бежишь-то, а? Выпрямись, гордо надо... Что значит не придешь к финишу первого? У меня придешь, смонтируем. Так. О, охотнички, охотнички. Кто? Биатлон? Биатлонисты? Ну, охотнички. Вот, ты чё, стрельнул и побежал куда-то? Куда ты побежал? Стрельнул. Ты посмотри, вокруг красота какая. Остановись. Посмотри, русский лес вокруг. Вот, посмотри, всё. А ты побежал. Чего ты побежал? Чего ты унижаешься? Собака всё принесёт. Как нет собак? Ну, за 14 миллиардов собак не нашли, а? И ружья им дайте нормальные. Что за пукалки, а? Так, вы в санях. В обследствии, неважно. Сани же, господи. Ребятушки, ну, никогда этого позора в России не было. Чего ты сидишь его сзади ногами обнимаешь, а? Посадите к нему женщину. Впереди. Он первым придёт, а? И русскую тройку зарядите. Вот, за что я спокоен, так это за фигурное катание. Да. Лучшие фигуристы. Мишка Галустян, Маратик Башаров, Настя Волочкова. О! Так что, друзья, мы будем первыми. Кто сказал, Бог в помощь? Зачем это? Мы друг другу будем мешать. Я один из кое-как. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы не обращайте внимания, что я так перескакиваю с одного на другое. У меня есть понимание, что я вам хочу рассказать. Но я люблю вот, когда не знаешь, что дальше расскажешь. В этом отношении я напоминаю себе героиню одного моего любимого последнего анекдота. Мисс Подольск дает интервью. Ну, победила на конкурсе красоты в Подольске. Дает интервью корреспонденту. Ну, тут неважно, какой город. Ну, допустим, Подольск. Мисс Подольск дает интервью корреспонденту. Он ее спрашивает. Ну, скажите, а какую литературу вы предпочитаете? Ну, вы знаете, я люблю раннего Достоевского, раннего Ястушенко, военную прозу Симонова, оригинальные рассказы Данила Хармса, Платонова, Замятина, Сашу Черного, стихи Белы Ахмадульной. Ну, а какой секс вы любите? Самый разный. Традиционный оральный, садомазок, грязное порно, привязывание. Что вы плетете? Макраме, лапти, корзинки. Так и я, плету. Но больше всего я люблю, знаете, когда истории не придуманы. Я вам сейчас одну такую историю расскажу. Когда я ее услышал, ну, я просто со стула свалился от хохота. В апреле месяце этого года я был в Израиле. Один мой знакомый в Израиле рассказал мне такую историю. У него был, в свою очередь, тоже знакомый в Узбекистане. Это действительно была такая история. При советской власти еще вот у него в Узбекистане был знакомый. Мясник работал на мясокомбинате. Ну, как водится при советской власти, чтобы прокормить свою большую семью мясника, он периодически какие-то куски мяса с мясокомбината, ну, уносил. Ну, какие придется. И вот как-то вынес коровье вымя. Ну, то есть как, он же не мог просто так вынести коровье вымя. Он так его частично под рубашку заправил, частично в штаны так все оформил красиво, все. И так вот он мимо КПП благополучно он так вот прошел с этим коровьим выменем. Сел в троллейбус. А там конечная была, пустой троллейбус. Он сел, развалился вот так вот на сиденье, значит. Развалился на сиденье-то. Ну, кого же не было, он так развалился. Заснул. Постепенно народ стал заходить в троллейбус. А ширинка у нее не до конца, к сожалению, была застегнута ширинка. И один сосок выскочил. Он-то спал, он не видел, что сосок выскочил. А над ним стояла женщина такая, видно, библиотека такая, в очках таких. Она как увидела этот сосок, она как стала расти. Мужчины, вы посмотрите, что у вас происходит в троллейбусах. Это не у нас, но у вас выскочило. Мужчина! Он жутко в этом... Вообще, стандартный! Он жутко в этом визгах проснулся, ничего понять не может. Увидела ту женщину, аручную на него, брижачную слюной. Мужчина! И он стал заправлять этот сосок, у него что делать? А он не заправляется, там и так много всего. И он обратно, он обратно. Ну, и так, и так, но уже мясник, у него всегда при себе нож, он вынул, отрезал и выбросил. Когда он отрезал и выбросил, она еще держалась. Но когда у него второй сосок выскочил, она... Скоро, скоро ночь укроет в горах, Словно шалью сброшенной с небес. И в пронзительной тиши для израненной души Тихо скажет радостную весть. Скоро, скоро под небесным взором Реки улиц свой замедлят ход И кресты на куполах Отразятся в их волнах Чтобы завтра Встретить Новый год И неведая стыда Перед собственной судьбою Детям грешницы земли Так хотелось жить в любви Беды наши станут днем вчерашним Камни Камни Плохи Порастут бельем И уставшие слегка Из далека Далека Счастье Снова В наш вернется дом И неведая стыда Перед собственной судьбою Детям грешницы земли Так хотелось жить в любви Редактор субтитров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Аплодисменты Вы знаете, я вам сейчас покажу такой экспериментальный номер. Группа «Серебро» замечательно выступила, абсолютно никому неизвестные девочки, заняли третье место на Евровидении. На базе песни «Серебро» я вам покажу, как я бы выступил на Евровидении. Так как все вживую, вы уж извините, если что. Ну слегка переделаем текст. Что-нибудь по-английски, что-нибудь по-русски. Я скажу вам то, о чем никто не говорит, как из песни без усилий сделать суперхит. Чтобы в этом делене по-детски преуспеть, надо песню на английском помочь мне не спеть. Успеть, что тебя даже если смел, свородишь своим акцентом. Субтитры подогнал «Серебро» Субтитры подогнал «Серебро» «Серебро» Субтитры подогнал «Серебро» Субтитры подогнал «Серебро» 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 Субтитры подогнал «Серебро» Субтитры подогнал «Серебро» 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 это третий подошел через три часа понимаешь и по-немецки я обожаю немецкий язык обожаю язык гетель манов всех я учил немецкий в университете и наша группа немецкого языка я играл мефистофеля так как мефистофель говорит на немецком он не говорит ни на другом языке ни в каком переводе я хочу нечего их веро заферен ассо швэр вегет сошвэр вегет меган и следует и страшное дело я вообще обожаю все языки я приезжаю в бывшую республику нашего советского союза тогда еще я приезжаю сейчас когда это независимые страны в латвии по-латышски но самый тяжелый язык это кабардинский язык билана я приехал в кабардино-балкарию добрый вечер дорогие друзья по-кабардинский звучит примерно так фибших ах шафуон и брюх на баха саку отрезать гаджи жады гадзер зары флауши сапсах ля а ужас вот так они муж женой дома раззары фрауфли сапсах ля а уже сирк из бурарки сэкхэдри за вид шаха фуан дорогая сделай тебе яичницу нет что ты дорогой я не хочу вот так вот но больше люблю украинский язык конечно обожаю я первые три класса школы учился в одессе ходил в школу в обычную но учил украинский язык как второй язык хотя мой отец служил в округе одесском военном я как сын военного мог не учить украинский язык но родители сказали тебя учат учи все я помню папа меня научил стихотворению на украинском языке которая перефраз классики намекала на сталина такое примерно так я кумруту пахавайте не тянет резину не тягайте зями в яму як того грузина обожаю украинский язык кощей бессмертный на украинском будет чах лыкны в мырущий ну смешно русскому уху смешно там медведь косолопа вэдмэдик клышеногий прелесть прям видишь этого вэдмэдика идет за януковича голосовать прелесть я с одной женщиной спорил до хрипоты наша садичница она не знает украинского но она была убеждена четко что название романа как закалялась сталь по-украински звучит як железка дрючилась в действительности я гортувалась сталь на як железка дрючалась и все переубедите было невозможно в этом смысле есть забавный период на вот он перевод на вот такой наивный украинский язык знаменитой партии ленского из оперы евгений онегин вот этих как раз строк поду ли я стрелой пронзенный иль мимо пролетит она все благо на этом наивном украинском звучит примерно так один знаменитый украинский тенор это реальная история один знаменитый украинский тенор исполнял не менее знаменитую украинскую партию чему я не сокол чему не летаю и он ходил пел чему я не сокол чему не летаю пока ему кто-то из преподаватель украинского языка не сделал замечание что правильно петь сокел украинских сокел и он ходил переучивался сокел чему я не сокел и так до переучивался что вышел на сцену спел чему я не сикал с нашими славянскими языками опасно не туда гласную поставишь и все и уже не про полет а глагол и совсем не туда направлен когда-то я был в одном краеведческом музее в киеве еще будучи в школе мы с классом пошли в поход в этом краеведческом и там этнографическом музее сказали что украинский занимает второе место в мире по своей мелодичности среди всех языков после французского ну действительно они чем-то похожи как известно обычная фраза что кум по стеленка а кума тёрла лён украинский звучит просто как по-французски кум теля по секу мален 3 а я французский люблю конечно сигарет как французский хорошо звучит это те кто его не изучал начинаешь учить все эти льги зоны а так когда уже выучишь конечно сувал пор сами зелизом дэкипаж ильпын дизельба оце верназь от рост воздушных мер кисевитв анбелим компания не объявляя ржэм нир глиссанс сревле гоузра замер апень лизонтили депосы сиро лапла что создан лазур малодро и хорты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Недавно был несчастный случай во время гастролей русской песни два человека пострадали сильно, под хоровод попали Я обожаю Надежду Георгиевну, но она сейчас замечательно выглядит, потрясающе она вся такая вот на диете, красавица, похудела сидит на диете, носит с собой все эти сумки с овощами какими-то сырыми Восстанкина как-то ее встретил за кулисами, сидим в гримерке вместе она вдруг с этими котомками вдруг вытаскивает сельдерей и говорит «Хочешь сельдерею?» Я говорю «Господи, да у меня все нормально с этим?» «С чем?» Я говорю «Ну сельдерей, это же для мужской силы, для возбуждения» «А я не знаю, кто-то я жру и возбуждаюсь, жру и возбуждаюсь» Она потрясающий человек Конечно, отдельное удовольствие, когда она выходит с Гором, с Хахелем ей нам Значит, стоит Евгений Гор Если Надежда в это время не занята песней, надо наблюдать за ее жестикуляцией и мимикой Вот стоит Гор и рядом Бабкина Я тоже за Надю рад Я вам хочу сказать Даже если обычный стул стоит на сцене, каждая звезда по-своему себя поведет с этим стулом Когда я там показывал, как Ефим Шифрин это делает Ну вот, например, стоит стул и выходит Фима «Ааа, но я не знаю, ты ведь я подманил» «Алло, я тебя» «Лайма Вайкуль» — это другая история Это было давно Это стало забвением И кленовые листья Как битый хрусталь В электрическом свете Ты гладил колени И это все мне напомнит Латинский квартал Это было давно Станут тени по стрункам В королевстве кривых Бесконечных зеркал Я забуду листья Стул вообще не знал, что с ним такое можно делать Он девственные смыслы не теряет Это я сейчас не знаю Кристина Арбакайте — это совсем другая история Музыка до рассвета Мне песни куплю Тухом забыла Беды свои Что уйду Я не знала Но уже не искала Где-то руки Рот не слоте И... В этой связи не могу не изобразить еще одного замечательного артиста Моя любимая пародия То, как поет и двигается Валерий Леонтьев Ты меня не забывай Даже если будет трудно Я вернусь в Кремль утром Ты меня не забывай Ты меня не забывай Облака в реке устули Я вернусь дождем И... Ты меня не забывай Милый друг, не скучай Я вернусь, ты так и знай Может днем, а может ночью Ты меня не забывай Милый друг, не грусти Я вернусь, я знаю точно Может днем, а может ночью Ты меня не забывай АПЛОДИСМЕНТЫ И вот, и мужик какой-то ходит перед сценой, между сценой и танцполом, и делает так. АПЛОДИСМЕНТЫ Алла Борисовна поёт, поёт, а он всё. Она решила, что просит сократить выступление, и две песни не допела. Потом выяснилось, что мужчина просил исполнить старинные часы, и ещё идут. Поэтому, когда на одном дне рождения Аллу Борисовну, один её знакомый из зала, попросил, так бы она не поняла, что, сделать следующее. Она поняла и спела. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дайте водки хлебнуть с ним на пару Слава Богу, мне есть чем хлебнуть Как же нам не веселиться, развлекаться и т.д. В нашем доме поселился замминистра МВД На груди его медальки беспорядочно висят Ну а главное сегодня ему ровно пятьдесят Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап По аэродрому, по аэродрому Ходит наш любимый Шмейерзон Может кто-то спросит, а чё по аэродрому А это ведь его аэродром Вот и всё, что было, вот и всё, что было А теперь давайте гонорар Ну и напоследок просто интересно Кто из вас конкретно юбилян Ну и напоследок просто так интересно Кто деньги платил, так спасибо за это Я вам песенку спою про Росгострах Там работают за совесть, не за страх И пока я песню пела, страховали моё тело Пусть не всё, но в ключевых местах Росгострах, а-а-а, Росгострах Приходи в центральный офис и страхуйся Так, как хлопец Где бы взяли столько денег Чтоб отметить день рождения Плюс пятьсот уе, чтоб вызвать нах За такие гонорары Здесь готовы до утрамы Повторять сто двадцать тысяч раз Повторять сто двадцать тысяч раз Повторять сто двадцать тысяч раз Кольцов Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нормально шла программа Зачем я Ёрта какая-то Многим ехать домой далеко Всё, значит, всё приварил Медведь говорит, ну ты же смотри, волк Понял всё, понял А сам говорит, я у домика бабушки её нагоню У домика бабушки Шапочка Ну после двух падений Волк выскакивает Шапочка в одну сторону, пирожки с гримами В другую пылюку всё упало Медведь вышел, говорит, волк, понял, понял Короче Хотя куда уж короче, и так сокращаю Пока шапочка парковалась Одел она это долго После падений Волк залез Заднего крыльца В домик бабушки Съел бабушку С вязанием со спицами Совсем с пенсионным Лёг на кровать Надел её чипец Накрылся пелеринкой Ждёт внучку Красная шапочка Перед дверью Здравствуй, бабушка Бабушка О май гад Американская версия О май гад Бабушка, а почему у тебя такие большие Такие красные глаза От сварки АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну это и так Прелюдия АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще-то ранее Друзья Я сейчас очень Особочена Такой проблемой Такая тема Блондинки в нашем обществе. Нас, блондинок, все обижают. Рассказывают какие-то анекдоты, где мы представляем какими-то тупыми идиотками вообще. Что смешно? Я не знаю. Например, мне такой рассказали анекдот, что смешно? Я не знаю. Блондинка сдает на права в автошколе. Экзаменатор ей говорит расскажите, пожалуйста, о работе автомобильного двигателя. Он говорит, боже, а можно я своими словами? Он говорит, можно. Она такая... Два поставили. Оказывается, это мотоцикл был. Или вот мне рассказали. Ужас. Как избавиться от блондинки, если она вам мешает? Ну, с чем ее занять, чтобы она минут сорок вас не отвлекала? Берете листок формата А4 и с двух сторон пишите переверни. До часу хватает, говорят. В зависимости от степени осветления. Ужас. Это все брюнетки придумывают с мужиками. Длинными холодными ночами. Угу. Или вот, у меня такой рассказ, я не знаю, вообще ужас. Блондинки в самолетах. Как будто мы вообще по-другому летаем. Ну, типа вот, блондинка летит в самолете Москва-Нью-Йорк. Нью-Йорк. Что-то странно. Нью-Йорк. Стюардесса ей говорит, в нашем самолете вы можете прослушать бесплатный лингофонный курс английского языка. Всего два... Всего... Нет. Всего десять часов прослушивания в наших наушниках, и вы бегло, говорите на английском. Ну, а она шо, дура, что ли? Взяла наушники, и все. Десять часов. Не ела, не пила. Она же не знала, что там что-то сломано в наушниках. Повторяла, все усваивала. Непростой язык. Угу. Много странных звуков. Все усвоила. Она приезжает в Нью-Йорк. В аэропорту ее пограничник спрашивает о цели визита в Америку. Он ей говорит, what is the purpose... Извините, это по-английски? What is the purpose of your visit in USA? Она такая к нему наклоняется. Выучила точно, вот как было на кассете. Ну, так и в Америку попало. Или вот это, я не знаю, что смешного. Две блондинки в аэропорту стоят, одна другая говорит, вот я не понимаю, как же эти самолеты угоняют? Они такие большие. А вторая говорит, ты идиотка, их угоняют в воздухе, когда они маленькие-маленькие. Что говорить, если уже до одесских блондинок добрались? На что святые люди? Ну вот, такая история, даже не знаю. Идет мужик по Дерибасовской, смотрит надпись на доме «Дом терпимости». Он что, дурак, что ли? Зашел. Там две двери. Слева всякая какая-то стандамаза, справа женщина. Он туда, где женщины. Там еще две двери. Брюнетки, блондинки. Он туда, где блондинки. Там еще две двери. Платно, бесплатно. Но он что, дурак, что ли? Он туда, где бесплатно. И опять на Дерибасовскую вышел. Ужас. Все из-за мужиков. Ой, я вам сейчас любимую историю про мужиков расскажу. Ну, правда, ее уже многие гемористы использовали, по-моему. Я не знаю. Но это с моим знакомым. Точнее, со знакомого моего знакомого произошла история. Вообще. Это уже не про блондинок. Короче, он такой вот знакомый. Он любитель экзотического мяса. Все ел, все пробовал, все. Крокодилятину, страусятину, насорожатину, антилопину, антилопину гнутину. Все ел. А тот приходит в кулинарию, в обычную, московскую. Там какие-то куски... Там какие-то куски мяса лежат всякие. Ну, разные. Там свинина, говядина, баранья. И лежит кусочек такой подкопченный. И табличка написана Суслятина. Он вообще суслыка никогда не ел. Причем горячего копчения. Г.К. Все. Суслятина. Он к этой продавщице, там стоит продавщица, он к ней говорит Женщина! А там такая продавщица бронтозавра советской торговли такая стоит. Женщина, взвесьте мне, пожалуйста, килограммчик суслятины. Она говорит, молочек, вы совсем с ума сошли. Суслятина, Г.К. Это я! Галина Константиновна оказалась горячего копчения. Ужас. Короче, вот вам моя притча. Притча. Как-то, как-то женская мысль случайно попала в мужскую голову. А там пусто. Вообще никого. Женская мысль ходила, ходила, и вдруг где-то за мышечком, под темечком сидит одна маленькая, дохленькая, мужская мыслишка. женская говорит, господи, а где все ваши, а наши все внизу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Не было в меня такого, как сейчас, Довольного такого. Это любовь, что без денег делает тебя богатым. Это любовь, о которой книжку ты читал тогда-то. Это любовь, что без денег делает тебя богатым. Это любовь, о которой книжку ты читал когда-то. Это любовь, что без денег делает тебя богатым. Это любовь, о которой книжку ты читал тогда. Это любовь, что без денег делает тебя богатым. Это любовь. О которой книжку ты читал тогда, ля. И огромное спасибо вам, любимые мои зрители.